всем привет истории с 90-х вернулись теперь видео будут чаще выходить и сегодня я вам расскажу вот об этой видеокамере она не совсем для меня из 90-х экземпляр интересный в общем по-моему полтора года назад меня спросили могу ли я перекодировать видеозаписи с кассет мини не менее 9 а 8 миллиметровая кассета которая раньше использовалась у sony это вот такие кассеты 8 миллиметровый вот они еще есть т.д.к. кассетка они были 60 минут но в основном были по 90 минут по 120 минут были вот этот т.д.к. 90 минут вот эту fuji которая показывала она как раз 120 минут и точно также можно было длину времени увеличивать если выставляли long play на аппарате скорость л.п. кассета точно такая же похожа на обычные видеокассеты также открывается здесь рычажок вниз отпускаем и вот она пленка короче меня попросили вот таких кассет оцифровать я начал искать да и у меня когда мне было 15 лет по моему девяносто четвертый год а может быть и девяносто пятый 16 лет мы купили видеокамеру sony handy cam где на сейчас я не знаю может быть она сломалась или может быть ее продали точно не помню тоже формат был 8 миллиметровый камера была дорогая в общем я начал искать и не нашел следов куда она делась так и осталось загадкой что же с ней случилось и я полез на авито искать кто делает оцифровку с кассет но что-то меня там не устроило и я решил сделать это самостоятельно начал искать кто продает такие видеокамеры старые и нашел всего лишь одно объявление в городе самаре созвонился приехал и человек мне показывает вот эту камеру а я уже отвык как они выглядят она кажется такой здоровый здоровый по сравнению уже с теми камерами которые после шли это где формат мини девиз появится и он говорит что видеокамера будет стоить мне 1000 рублей я согласился рассказал на ней следующую историю это настоящая японская камера купленная в японии у того человека отец был моряк и плавал ходил по морям то в один пуржуйский порт то в другой и оттуда привез вот эту камеру он говорит это камера много крови им попила ну условно связи с тем что часа вам покажу вот это видели да вот такая вот вилка в японии оказывается использует именно такие очень долго говорит мы искали переходник на нее чтобы было нормально пользоваться камерой по назначению искали долго и нашли переходник вот такой пластик пожелтел с тех пор как бы ей пользовались но потом на смену советским розеткам и вилкам пришли евро розетки и опять начались правда уже не такие мучения но неудобства она не вставляется маленькие смотрите но он даже не держится а советских розеток сейчас днем с огнем не сыщешь но выход есть вот такое чудо раз два и все это в розетку вот в таком состоянии втыкается сам зарядный блок выглядит следующим образом сетевой кабель вот эта вот штука похожая на аккумулятор только с проводом подсоединяется к видеокамере вот таким образом и вы снимаете от сети здесь есть в рычаг выброса аккумулятора вот этой штуковины на самом блоке зарядном сделано все как и положено в японии здесь вот даже написано sony core made in japan есть переключатель вот он крайнее левое положение для зарядки крайняя правая для питания от сети теперь интересный блок интересный аккумулятор не знаю я уже заметил после покупки родной он или не родной скорее всего не родной потому что написано название mp mega power и он универсальный если посмотреть на обратную сторону контакты расположенные сверху и снизу здесь вообще их три почему так да потому что его можно использовать вот смотрите для видеокамер panasonic gvc олимпус и другие те которые подходят 6 вольт 2400 миллиампер часов переворачиваем для использования в камерах так фокус сбился почему сбился фокус sony санье пентакс шарп и другие берем камеру точно так же нужной стороной вставляем вот такая большая бандура этим аккумулятором можно кидаться так nokia 3310 и снимаем также извлечение идет и для зарядки опять же вставим как нам нужно так столько вот поставили все это дело